Этот вкуснейший десерт я помню еще с детства, зимой для меня не было угощения вкуснее, чем груши в сахарном сиропе, и даже сейчас я с превеликим удовольствием готовлю и кушаю такие сочные груши. Если говорить о заготовках, то этот простой рецепт груш в сахарном сиропе один из самых легких и быстрых, как мне кажется, моя мама всегда использовала его, потому что в грушах у нас никогда не было недостатка, и как только начинался сезон их созревания, срочно надо было что-то делать с грушами. Ну а мы с сестрой с нетерпением ждали холодов, ведь тогда начинали открывать закатки, и такие груши были для нас любимейшим лакомством. В общем, этот рецепт приготовления груш в сахарном сиропе знаком мне очень давно, и сегодня я с радостью делюсь им с вами. Досмотришим видео и я предложу записать список ингредиентов. Итак, для начала нам следует очень хорошо промыть все фрукты и тщательно их вытереть. Далее мы вырезаем аккуратно из груш сердцевину с нижней стороны, а не со стороны хвостика, на 5 минут опускаем груши в кипящую воду, затем охлаждаем их в холодной воде, после этого с лимона и апельсина срезаем цедру и помещаем ее внутрь груш. Из воды и сахара варим сахарный сироп, он не должен быть густым и его количество должно хватить, чтобы залить 3-х литровую банку с грушами. Я обычно на 500 грамм сахара беру, не болея полтора литров воды. Затем выкладываем плотненько груши в стерилизованную банку, заливаем их еще горячим сиропом и стерилизуем груши уже в банке минут 15, после этого закатываем банку и, как обычно, оставляем ее под одеялом до полного остывания, а потом переносим в прохладное место. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Вот что нам понадобится. Груши 2 килограмма, апельсин 1 штука, лимон 1 штука, сахар 500 грамм, количество порций 1. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. До свидания.